Конец 20 века ознаменовался для России появлением множества финансовых пирамид. Компания МММ, пожалуй, самый яркий тому представитель. И вот наступил 21 век, и МММ вновь продолжает привлекать вкладчиков. Так чем же отличается МММ-2012 от МММ-конца 90-х? Именно с этим вопросом к нам в редакцию обратились телезрители. Наша телекомпания решила провести собственное независимое журналистское расследование и выяснить политику организации. Я лично решила вложить свои деньги и посмотреть, что из этого получилось. Я забиваю в поисковой программе МММ, мне выдает Сергей Мавроди. Здесь очень много фотографий, различные лозунги. Находим офисы. В Краснодаре очень много офисов. Попробуем дозвониться в первый попавшийся. Глуб участников МММ. Андрей, добрый день. Добрый день. Андрей, подскажите, пожалуйста, я бы хотела вложить деньги в МММ. Когда мне можно подъехать, чтобы проконсультироваться у вас, и в какое время будет удобно? Ну, вы можете в любое время с 9 до 18 к нам подъехать на улицу Генева, дом 56, офис 7, 3 этаж. Имейте в виду, мы деньги здесь не принимаем в офисе, просто консультации. Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотела вложить деньги. Расскажите, пожалуйста, как я могу это сделать. Присаживайтесь, пожалуйста. МММ – это социально-финансовая сеть. То есть социальная сеть, для нас уже это понятно, что такое, да, все мы участвуем в различных таких вещах. А финансовая, потому что люди в данной системе еще между собой делятся своими деньгами. При этом делятся они их абсолютно добровольно, без всяких обязательств и гарантий. Поэтому, если вы вдруг решите вложить деньги в МММ, вы должны, в первую очередь, понимать, что это будет ваше решение. И существуют определенные риски для вас. Такой вопрос. Насколько это, скажем так, выгодно? Ну, вообще-то, на самом деле, сейчас это очень выгодно. Я в интернете прочитала, у вас акция проходит «Авто за полцены», кажется, называется. Что это такое? Да, «Авто за полцены» – это сейчас, конечно, возьмите, пожалуйста, проспектик такой. Да, это интересно. Но здесь суммы, конечно, другие. Но, имея полсуммы от автомобиля, всего за 8 недель вы можете удвоить эту сумму и взять новый автомобиль из салона. Все официально в автосалонах. Многие автосалоны, кстати, уже знают об этом. И во многих автосалонах даже менеджеры готовы вас проконсультировать. Сейчас в МММ нет какого-то общего счета или еще какого-то банка, где можно эти деньги сразу забрать. Люди между собой. Вот вы и ваша подруга или я, мы между собой просто обмениваемся деньгами и все. Поэтому это не запрещено, это не облагается налогами. Это просто обычная передача частных лиц друг другу денег. Вот и все. Вы с компьютером дружите? Да. Ну, все замечательно. Вам нужно просто зарегистрироваться на сайте сергеймавроди.ком. У вас будет там личный кабинет свой. Верификация идет по электронной почте и через мобильный телефон, так же, как во всех банках, когда вы входите в личный кабинет онлайн-банка. То есть абсолютно защищен и никто, кроме вас, им воспользоваться не сможет. То есть я могу в любой момент зайти в свой личный кабинет и посмотреть, какая сумма у меня належала? Совершенно верно, да. Вы видите ваши мавра, сколько они стоят на данный момент, и тем самым уже вы определяете, продать вам их сегодня и подождать смены следующего курса. Поэтому от вас только желание зарегистрироваться и все. Насколько я поняла, МММ-2012 – это глобальная касса взаимопомощи, в которую я сейчас попытаюсь вступить. Итак, ряд несложных операций. Открываю счет в банке, вношу деньги на свой счет. Ну, для начала, скажем, 2000 рублей. Ну вот, кажется, и все. Теперь остается только ждать. О судьбе своих 2000 я расскажу вам ровно через месяц. Честно говоря, я не верила в то, что я не то, что получу прибыль, но хотя бы верну свои честно заработанные 2000 рублей. Но, как видите, результат налицо. В моем случае все получилось. Повезет ли остальным вкладчикам, я гарантировать не могу. Доверять деньги МММ-2012 или нет, решать только вам. Но помните, система работает по принципу финансовой пирамиды, и каждый участник вступает в нее на свой страх и риск, без каких-либо гарантий и выклад. Поэтому подойдите к этому шагу осознанно. Внимание! Это не реклама финансовых услуг и не является публичной офертой. Мы лишь провели свое собственное, независимое журналистское расследование и действовали исключительно в интересах телезрителей. С вами была Юлия Пощанина. Звоните, задавайте свои вопросы, а мы, в свою очередь, постараемся на них ответить. Телефон нашей редакции вы видите на своих экранах. Спасибо. До свидания.